Привет, привет! Сегодня второй день нашего путешествия. Мы находимся просто в потрясающем месте. Сегодня рано утром мы приехали своим входом из Владивостока в знаменитый Приморский сафари-парк. Это то место, где животные сидят не в клетках, а гуляют в открытой среде обитания. А мы будем передвигаться по таким специальным дорожкам и сверху смотреть на зверей. Это тот знаменитый парк, где живет тигр Амур. Помните историю о дружбе тигра и козла? Он именно здесь живет. Сегодня мы скользуемся. Проходите на звезды. Сафари-парк состоит из трех зон. Это парк леопардов, тигров, пищников, парк львов и парк птиц. Вот. Мы сегодня посетим два парка. Именно парк Тигр Амур и парк Пов. Знаменитый Тигр Амур. Помните, я выполняла эту работу? И на самом деле у меня была очень большая мечта. Он 20 лет. Родился 2 апреля в 12 году в Хабаровском зоосаде имени Сесоево. Он прибыл по программе сохранения размножения своего вида в Неволе. Прибыл он к нам, когда ему было 7 месяцев. Но хабаровский ветеринар допустил ошибку. Амур приехал сюда девочкой. Его звали Амурочка. Потом у Амурочки выросли я и он стал Амуром. Это горькая правда. Да. Так и было. Вот. То есть, живут они в тайге 15-18 лет. В Неволе могут жить более 20. Охотятся на кабанов и семейства оленивых. Таких как пятнистые олени и зюмар. Вдохновившись историей дружбы этих двух животных, я создала свою авторскую работу еще в 2019 году. И сделала эти реалистичные игрушки. Если я не ошибаюсь, вот это Влада, а вон то Амба. Нет, наоборот, это Амба. Нет, это Амба, это Влада. Куда? Туда они сидят. Видите, подождите, стойки. Попроси. Не, вы мясо покажите. Попроси. Попроси. Мяу. Ну? Мяу. Ну мяукни, ты штигар. Мяу. Ну? Вот, попросила, бросайте. И можете дать кусочек второй тигрице. Иди сюда. На сегодняшний день Амурский тигр является самой большой кошкой в мире. Ни прайдами, ни семьями, никак. Тигр один. Он никогда не видит свое потомство. Если он останется с тигрицей, то родом после брачного периода, он детей погубит ради повторного совокупления с тигрицей. Поэтому вот она в парке перед вами. Зовут ее Рона. Ей 6 лет. Прибыла она с Украины, с города Николаева. За осадок нам по программе сохранения вида. Самца зовут Великорос. Ему 8 лет. Он прилетел из Чехии. Они чистокровные дальневосточные леопарды. Просто по программе они находились раньше там, но теперь они живут у нас. У них самый крупный парк на планете Земля, который перед вами. Нету равной территории в мире для леопардов. Ни в одном сафари-парке, зоопарке, зооцентре и так далее. Ни равных, ни более крупных. На территории сафари-парка есть детские рисунки, выставка, посвященная дружбе, знаменитой дружбе. Тигра, Амура и Козла Тимура. Так детки нарисовали эту историю. Такая удивительная история здесь произошла. Здесь получается место захоронения того самого козла Тимура, которого пощадил тигр Амур. И в результате, как нам рассказали, козлик еще 3 года прожил здесь в сафари-парке. И в итоге он умер своей смертью. Ну, просто в итоге от старости. Левушка лежит, отдыхает. Вот там второй лежит, отдыхает, на солнышке греется. Здесь у львов достаточно большая-большая территория. Они свободно так гуляют. А здесь получается все наоборот. А мы ходим вот в таких вот специальных клетках. В таких парапетах. И смотрим на животных. Все, анатомию изучила. Теперь можно делать льва. Поймала себя на мысли, что животных я разглядываю не с точки зрения животных, а изучаю строение. Сейчас подметила тоже для себя некоторые особенности. И теперь обязательно учту их в своих работах, эти особенности. Так что теперь будут работать, наверное, еще реалистичнее. Продолжение следует...